Всем здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24 обзор самых заметных событий минувшей недели. Нам есть о чем поговорить. Минувшие дни оказались насыщенными, так что устраивайтесь поудобней, обсудим. Начнем с информации о том, что порядка 250 домовладений 10-го жилого района стали участниками пилотного проекта по переводу частного сектора Абакана на электроотопление. Напомним, этот совместный эксперимент городских властей и правительства Хакасии запущен с 1 сентября. Сложности и успехи, с которыми столица республики сталкивается в ходе реализации проекта, накануне в очередной раз обсуждали на заседании в администрации Абакана. Итак, с 1 сентября абаканцам, проживающим в частном секторе 10-го жилого района, предложено войти в пилотный проект, перейти на электроотопление и получить частичное субсидирование тарифной ставки за электричество. Условия привлекательные. На данный момент энергия обходится участникам эксперимента в 1 рубль за киловатт-час. В общем и целом, в месячном финансовом выражении это соответствует стоимости угля, вот только проблем меньше. Однако активность горожан по разным причинам оставляет желать лучшего. В последние дни, правда, ситуация несколько меняется. Люди постепенно, хоть и не в таком объеме, в котором бы нам хотелось, подключаются к пилотному проекту. В настоящее время уже 249 домовладений включены и используют электроотопление и получают субсидии. Еще часть домовладений используют, мы говорим по-прежнему про 10-й жилой район, про первую очередь, часть домовладений используют двухставочный тариф. И того количества домовладений, которые у нас, собственно, используют электроотопление в первую очередь 10-го жилого района, оно подходит к 300 домовладений. Самые холодные месяцы у нас еще впереди, это январь, это февраль. Я думаю, что количество участников пилотного проекта увеличится. Примечательно, что за два с половиной месяца действия эксперимента всего два собственника расторгли соглашение на участие в нем. Это говорит о том, что плюсов в переходе на электроотопление все же больше. Для города же основной плюс – снижение числа вредных выбросов. Это фиксируется как аппаратно, специалистами Минприроды, так и визуально. Это визуально даже едешь, как бы в будние дни заметно, как бы просматривается чистое небо. Призываем жителей не бояться вступать новыми участниками пилота свои обязательства со стороны ресурсоснабжающей организации в части снижения стоимости и точно так же и администрации города по финансированию республика. Это все выполняется. Поэтому не бойтесь, вступайте. Пока география пилота остается все той же – первая очередь 10-го жилого района. Расширение его границ предполагает решение нескольких проблем. Это и привлечение немуниципальных энергокомпаний, и популяризация электроотопления, и самое главное – повышение надежности энергосистемы Абакана. Собственное мероприятие в этой области – важная расходная часть общего бюджета пилотного проекта. Финансирование по данным мероприятиям увеличивается, оно удваивается. Если в 2022 году предусматривалось в городском бюджете 10 миллионов, 10 миллионов предусматривалось в региональном бюджете, на 2023 год суммы увеличились вдвое. Всего 40 миллионов на реализацию пилотного проекта. Часть средств, конечно, пойдет у нас на модернизацию электросетевого хозяйства. Это очень важно делать, потому что надежность электроснабжения, особенно в холодные периоды времени, выходит на первое место. Поэтому мы идем следующим путем. То есть мы модернизируем ТП, мы модернизируем подводящие линии, ну и постепенно-постепенно расширяем пилотный проект. Напомним, что желающим принять участие в эксперименте необходимо обратиться в Абакан Энергосбыт. При этом с собой нужно иметь паспорт, правоустанавливающие документы и акт о тех присоединении к электросетям. Дальше дело техники. И в продолжении темы по улучшению экологии. Жители Абакана получили новое топливо, которым в рамках эксперимента будут отапливать свои дома. Правительство Хакаси вместе с Министерством природных ресурсов республики раздали абаканцам, живущим в районе гавань, около 40 тонн бездымного угля. И уже через несколько дней специалисты выездной лаборатории ведомства готовы провести замеры воздуха на данной территории, чтобы сделать выводы об эффективности альтернативного источника тепла. А пока своим мнением с нашей съемочной группой поделились жители, участвующие в проекте. Татьяна Филипповна уже три года как жительница частного сектора Абакана. Семья продала квартиру и переехала в дом на земле. За короткое время пенсионерка быстро освоилась не только в собственном огороде, но и с печкой теперь на «ты». На прошлой неделе в жилой район гавань привезли новый бездымный уголь. В эксперименте участвуют 40 домовладений столицы Хакасии. Татьяна Филипповна уже оценила плюсы и минусы. Новый уголь очень даже интересно. Его когда набираешь, то пыли от него нет. Это очень хорошо. А уголь набираешь, там пыль. Это очень хорошее качество вот этого нового угля. Но оно очень быстро разгорается, очень хорошее. Просто необыкновенно. Уголь так не разгорается. Только единственное, что мало держит тепло. Но тоже зависит от разных печей. Как говорят в Министерстве природных ресурсов Хакасии, новый вид топлива действительно быстро разгорается. Но тепло отдает долго. Неважно, в какой печи его используют. Чтобы научить людей топиться этим видом угля, специалисты Минприроды даже создали чат в социальных мессенджерах, чтобы в онлайн-режиме в любое время отвечать на вопросы горожан. Жилой район гавань был выбран не случайно. Большая часть домов здесь частные в такие суровые морозы. Люди топят печи круглые сутки. Всего за несколько дней специалисты Минприроды раздали около 40 тонн угля. Посмотрим, к чему приведет этот эксперимент. Район гавань мы специально отобрали из всех районов по его местонахождению, по погодным условиям для участия в этом пилотном проекте. В эксперименте у нас участвует более 40 домов, которым в настоящее время уже выдано бездымное топливо. Для эксперимента мы привлекли аккредитованную лабораторную организацию. Первые замеры мы уже провели буквально день назад. Результаты мы, предположительно, ждем уже к концу этой недели. Результаты замеры и сами замеры были проведены именно в период, когда жители используются обычным каменным углем. С первого числа начнут топиться бездымным топливом. И в этот промежуток мы будем проводить отбор проб именно для изучения анализа тех выбросов, которые пойдут от бездымного топлива. Таким образом, говорят, в ведомстве они ищут пути решения проблемы, связанные со смогом в Абакане. Напомним, столица республики и соседний Черногорск вошли в федеральный проект «Чистый воздух», реализация которого в регионе начнется уже в следующем году. Важно уже сейчас найти способы улучшить экологию в Хакасии. И именно на эти цели направлять деньги федеральной программы. Кстати, эксперимент с использованием бездымного угля проходит не только в Абакане, но и минусинские Красноярского края. Хорошие результаты уголь нового поколения показал, когда его использовали в Красноярске во время проведения универсиады. Выводы в Абакане сделают только после того, как будут проведены замеры воздуха в районе гавань. Напомним, уголь жителям Абакана раздали бесплатно. Каждому домовладению около 30 мешков. Бездымный уголь отличается от привычного каменного. Он более мелкой фракции. Специалисты говорят, что уголь экономичный, его потребуется меньше, чтобы топить дом. И долгое время сохранять в нем тепло, даже если за окном сибирские морозы. Мы будем вас держать в курсе эксперимента. Продолжаем программу «Безопасность граждан» и «Профилактика вандализма». За парками и скверами в столице Хакасии теперь следят видеокамеры. За последние три года их смонтировано около сотни. И эта работа будет продолжена. В рамках программы по формированию комфортной городской среды каждый новый уголок отдыха на территории Абакана в обязательном порядке оснастят системами видеонаблюдения. Медвежонок Алиса Комсомольский. Любой из парков и скверов города. В разных ракурсах, с разных точек. Зеленая зона Абакана теперь под постоянным и неусыпным присмотром систем видеонаблюдения. Места массового пребывания людей, места, где у нас играют ребятишки в обязательном порядке попадут под наблюдение видеокамер. На сегодняшний день, наверное, это самый действенный способ, который обеспечивает безопасность в скверах и парках и на улицах нашего города. Но и для нас это один из способов борьбы с вандалами. Видеокамеры и сигнал поступают в три источника. То есть это ЦИНД правительства Республики Хакасии, в парковое хозяйство, потому что данная территория подвезла на парковому хозяйству и в УВД города Абакана на пульт. То есть информация дублируется, информация сохраняется на сервере порядка месяца. Практика показала, что чем больше на улицах и в парках камер, тем меньше у нас случаев вандализма. Решение организовать на базе Абаканского паркового хозяйства систему видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией граждан городской мэрией принято в 2019 году. Тогда были смонтированы 10 громкоговорителей и 5 камер. А в 2022 году их в скверах в столице Хакасии уже около сотни. Сегодня лидером по оснащенности является Преображенский парк. Те, которые восьми прибавили, четыре, вот это три, вот одна. И сейчас мы полностью прокладываем линию. Это одна площадка, вторую площадку мы зацепили, которую в этом году делали? Детская. Мы сейчас вот, которые делаем линии. Сейчас вот мы вам покажем все опоры, на которых немножко температура повысится. И мы на каждую опору разместим по три видеокамеры. То есть, как вот здесь. В настоящее время в Преображенском монтируется еще 18 камер. К тем, что установлено ранее. Эти затраты окупятся. И прежде всего за счет экономии денег из муниципального бюджета, который ежегодно требуется на восстановление поврежденных вандалами элементов благоустройства. После Преображенского парка мы планируем установить дополнительные камеры на Баранке. Мы планируем установить дополнительные камеры в Медвежонке. Есть у нас планы, и даже не планы, а потребность установить камеры видеонаблюдения на наших переходах на подземном и надземном. Следующий год точно так же у нас предполагает многочисленные работы по установке камер видеонаблюдения. Они будут установлены в рамках программы «Комфортная городская среда». Каждый новый сквер, каждый новый парк, который появляется на территории города Абакана, уже в обязательном порядке будут означаться камеры. Камеры будут интегрироваться в систему «Умный город». Безопасность граждан и профилактика вандализма на улицах и в парках. Плюсы организации централизованной системы видеонаблюдения в масштабах всего города вполне очевидны и неоспоримы. Тем более, что эта работа будет продолжена. А в 2023 году на улицах Абакана появятся новые остановочные павильоны. Их изготовят из металла и стекла в заводских условиях по типовым эскизам. Те, что располагаются на главных транспортных магистралях столицы Хакасии, планируется оформить в национальном стиле. Специалисты городской мэрии представили дорожную карту работ по ремонту и замене остановок на ближайшие три года. Общая картина, как известно, складывается из мелочей. Остановочные павильоны на улицах тоже в какой-то степени формируют представления о городе. Впечатления об его архитектуре и уровне социально-экономического развития. В столице Хакасии остановок много. И все они разные в плане внешнего вида и удобства для пассажиров. Наша цель и задача навести порядок с инфраструктурой общественного транспорта, в данном случае с остановочными пунктами. Ни для никого не секрет, что остановочные пункты в городе Абакане, как правило, самодельного изготовления. Это не типовые, не заводские формы. Они очень быстро приходят в негодность. Их очень активно у нас расписывают и уничтожают вандалы, заклеивают объявлениями. И все это дело создает крайне непреклядный вид. Ну и кроме того, часть остановок, конечно же, нуждается в своевременном ремонте и обслуживании. Над решением этой задачи коммунальщики и городостроители Абакана работали давно. Изучали опыт региональных столиц Сибири, искали подходящие варианты. И вот сегодня представили концепцию модернизации остановочных пунктов на улицах Хакасской столицы. Это картинка заводской остановки. Основная масса остановочных паильонов мы предлагаем установить именно в заводском изготовлении с использованием металла и стекла. Остановки будут оборудованы досками объявлений и местами для размещения рекламы. Остановки предлагается сделать полузакрытого типа, такого П-образного, чтобы защитить пассажиров от ветра. Комфортные для пассажиров, удобные для обслуживания, современные, а самое главное антивандальные. Четыре типовых эскиза для магистральных и районных улиц города. Подготовлены даже предложения по их размещению, где и какого типа. Мы предлагаем на крупных остановочных узлах изготовить остановки по индивидуальному заказу в индивидуальном стиле. На остановке будет размещено расписание движения общественного транспорта, доска объявлений, предусмотрено место под рекламу. Возможность комплектации Wi-Fi, зарядка и подсветка, обязательно урна. Не всегда и везде можно применить типовые остановки. Кроме этого, разработан концепт остановки в национальном стиле. В любом случае, Абаканта – столица республики Хакасии. И установление таких остановок в крупных пунктах, в узловых пунктах, в местах, где у нас приезжают гости нашего города, конечно, я считаю целесообразным. Я думаю, что данное направление, в том числе и республика, нас поддержит. По части остановочных пунктов действительно типовые решения применить нельзя, например, как эта почта. Здесь решение будет индивидуальным и крайне непростым и довольно дорогостоящим. Но наши архитекторы такое решение прорабатывают. Я думаю, что в ближайший год-два мы его реализуем. Концепция инфраструктуры общественного транспорта, она непосредственно связана и в том числе с теми маршрутами новыми, которые мы рисуем. Это естественно. То есть мы учитываем сразу те новые маршруты, те магистральные улицы, на которых у нас будет ходить общественный транспорт. Конечно, она в эту концепцию входит. Дорожная карта сформирована на три года – с 2023 по 2025. В аккурат под новый трехлетний муниципальный бюджет столицы Хакасии. Работа запланирована по трем направлениям. Это монтаж новых остановочных павильонов, замена, ремонт и художественное оформление существующих в соответствии с типовыми эскизами. По предварительным оценкам, за три года в Абакане будут модернизированы больше сотни остановок общественного транспорта. Немало и сил, и средств тратят городские власти на то, чтобы Абакан день ото дня становился краше. Неплохо было бы, если бы и абаканцы относились к этой теме осознаннее. Речь о рекламных конструкциях. Баннеры фасадов многоэтажных домов будут убирать. Как показала проверка, многие заказчики не согласовывают размещение и тем самым нарушают закон. Нет несанкционированной рекламе. В нашем городе строго взято под контроль размещение рекламных конструкций. Уличные штендеры, которыми активно пользовались предприниматели, предлагая свои товары и услуги, постепенно убирают с городских территорий. Мера эта необходимая, говорят специалисты. Штендеры мешают пешеходам, отвлекают внимание водителей. Мы ведем работу активно по демонтажу штендеров с улиц города Абакана. Такие же мероприятия будут проводиться с 1 января и по рекламе, которая размещена на многоквартирных домах. Теперь в объективе специалистов рекламные баннеры, которые размещают на фасаде жилых домов. За содержанием рекламной информации следит антимонопольное ведомство. А вот где и на каких условиях смонтировали баннер, отвечают сотрудники городского департамента. Правда, их согласия некоторые фирмы не спрашивают и самовольно монтируют конструкции. Для того, чтобы получить разрешение, необходимо обратиться в управляющую организацию, которая управляет таким многоквартирным домом, с тем, чтобы организовать проведение собрания, получить разрешение собственников многоквартирных домов, получить такой протокол. И после получения протокола обратиться в департамент градостроительства за выдачей разрешения. Все рекламные конструкции необходимо согласовывать с департаментом градостроительства. С 1 января 2023 года специалисты будут демонтировать баннеры, размещенные без разрешения, а также те, чей срок истек. Пока обойдется без штрафов, поэтому специалисты рекомендуют предпринимателям убрать незарегистрированные щиты и в будущем получать официальное разрешение на их установку. Строители на вираже. Московские подрядчики приступили к поклейке покрытия легкоатлетического манежа спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина. Напомним, это фактически завершающий этап длительного строительного процесса. Подробности в материале Анзора Сабанова. Наконец, на сером бетонном фоне легкоатлетического манежа появляются яркие цвета. Пока что синий и голубой, в которой строители облачают вираж протяженностью 200 метров. Поклейка покрытия этой зоны заняла всего несколько дней. Сегодня у членов комиссии, которые контролируют ход работ, появилась возможность проверить его на прочность, амортизацию и удобство. Когда оно стояло в этих тумбах у нас стоит, да, и развернуто, и на клей уже положили его, это очень совсем другой вид и качество, и жесткость самой резины. Посмотрев, нас это устраивает. Рабочие делают укладку правильно, соответственно всем стандартам, поэтому, как говорится, торопить мы их не можем, чтобы качество соответствовало, потому что мы строим на долгое время дорожку. Сейчас рабочие обеспыливают следующий участок – центр ядра, где разместятся 8 беговых дорожек длиной в 60 метров. После чего настанет очередь укладки терракотового покрытия в зоне технических секторов и по периметру манежа. Дальше дело за малым – расставить по местам инвентарь, и все, можно начинать соревнования. Получается красиво и хорошо, и покрытие на самом деле одно из самых лучших на сегодняшний день, поэтому для левхатлетов это будет очень комфортно, да и для других видов спорта. Ну и надеюсь, что самое главное для нас – это сейчас сдать это все срок, ну и опробовать. И я считаю, что это сейчас один из самых лучших из-за Уралом манежа. Напомним, что в Абакан в ближайшие дни должна поступить еще часть оборудования – это система электронного охронометража и стоп-зона для спринта. На этом сложная процедура оснащения легкоатлетического манежа, которая была сопряжена с преодолением многочисленных логистических проблем, совершается. Жилой комплекс «Кватро» от застройщика «НК-групп» и мехколонны номер 8. Четыре дома в новом микрорайоне «Арбан» сочетают в себе стиль и надежность. 12 этажей, отличные планировки, просторный и уютный двор, развитая инфраструктура, долевое строительство, льготная ипотека. ЖК «Кватро» – ритм современного Абакана. Главный новогодний подарок – забота. В «Доме текстиля» огромное разнообразие подарочных наборов с символом года. Детские комплекты с любимыми героями Дисны, светящееся постельное белье, пледы, покрывало, подушки, одеяло, халаты, домашняя одежда – и все это по прежним ценам. «Дом текстиля» – согреваем сердца ваших близких уютом и теплом. Ждем вас на перекрестке Кирова и Рыгина 21 и в павильоне «Текстиль» на китайском рынке рядом с отделом ковры. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом» 264646. В магазины, на витрины, в мясной цепь берись свинину, хоть село, хоть мегаполис, надо мясо, едем в ГОБИС. Реклама Помощь семьям, подарки детям, новогодние утренники и сбор того, что необходимо мобилизованным. Подготовка к благотворительному концерту, который 1 декабря прошел в Абаканском дворце молодежи. Эти и другие вопросы обсуждались на еженедельном социальном штабе. «На сегодняшний день школьного возраста ребятишек у нас 290 человек. Бесплатное двухразовое горячее питание получают 257 детей, в том числе 4 ребенка в наших школах 17 и 27. Психологическая помощь. На сегодняшний момент люди успокоились. Пока цифры у нас остановились, по-прежнему нарастающим итогом 79 детей и 19 взрослых. Проездные билеты на троллейбус получили 170 обучающихся и 4 обучающихся из государственной школы. Сейчас, конечно, основная наша работа – это подготовка новогодних представлений, новогодних поздравлений». Число обращений в волонтерский штаб за минувшую неделю значительно уменьшилось. Многие вопросы урегулированы, а те, что возникают, решаются в индивидуальном порядке. «Бригаду, которую в пятницу мы отправили, мы смогли сопроводить четырьмя буржуйками и 25 носилок им передали. За буржуйки пришел предприниматель, посмотрел, что мы это действительно делаем для фронта, денег с нас не взял». Специальная машинка для пошива тактических носилок, о которой речь шла на предыдущем заседании штаба, приобретена на средства, вырученные от первого благотворительного концерта, прошедшего 11 ноября. В ближайшее время она будет доставлена в Абакан. А на этой неделе, 1 декабря, во Дворце молодежи пройдет еще один концерт, который позволит закупить сладкие подарки для 200 детей, семей мобилизованных и провести новогодний праздник. «На сегодняшний день у нас осталось нереализованными 80 билетов, не такая большая цифра, но я надеюсь, что мы сейчас все соберемся, усилимся и все билеты распродадим. Также ждем в зале семей мобилизованных граждан. Программа будет немножко обновлена, будет сделан акцент на материнство, несколько номеров будет других, а так в целом максимально повторена программа, которую мы делали до этого 11 ноября». Следующее заседание социального штаба пройдет 5 декабря, в Международный день добровольца. В этот день в Большом зале администрации появится елка желаний. Новогодние мечты 14 абаканских детей, чьи отцы погибли при проведении специальной военной операции, будут исполнять представители социального штаба. Мальчишки и девчонки уже написали Деду Морозу о своих желаниях. И, конечно, их мечты должны быть исполнены. Новый тарифный порядок. Хакасия, как и другие регионы нашей страны, с 1 декабря начала считать плату за холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора по-новому. Так решило федеральное правительство. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Таким образом, нас ждет 9-процентное подорожание услуг ЖКХ. Каким будет местный расчет, накануне объяснил республиканский регулятор Госкомтарифэнерго. Подробности далее. До 1 декабря надо утвердить. У нас постановление вышло гораздо позже, чем мы планировали. Но эти все приказы у нас будут опубликованы. Госкомтарифэнергохакасии сегодня корректирует местные документы о 9-процентном подорожании услуг ЖКХ. После того, как соответствующее постановление опубликовало федеральное правительство. Индексация внеплановая и вполне неожиданная, так как увеличение тарифов происходит второй раз за год. Плановый же перерасчет был в июле. Теперь средний ежемесячный платеж, к примеру, на одну семью из трех человек в месяц с 1 декабря вырастет на 324 рубля. Федеральный Кабмин утверждает лишь предельные индексы повышения, а вот региональная власть корректирует планку, что называется, на земле. Здесь все тариф на регулирование сместилось на один месяц. И при этом тарифы 2023 года, которые должны были быть утверждены, распространят свое действие с 1 декабря 2022 года. Но помимо этого ввели особый коридор в рамках регулирования в энергетике. Раньше, если минимальные и максимальные тарифы определялись в широком диапазоне, то теперь, если вы видите в постановлении, написано, что минимум тариф должен вырасти именно в электроэнергетике на 8,9%, это указано Мишустин в постановлении, максимум 9%. То есть фактически коридор это 0,1%, ну, можно сказать, что его в принципе нет. Ну а теперь более подробно, что и насколько подорожает. Электроэнергия. Теперь одноставочный тариф составляет 2 рубля 67 копеек за киловатт-час. Рост на 22 копейки для тех, кто пользуется газовой плитой и собственников дачных участков. У кого есть электроплита, цена другая – 1 рубль 87 копеек киловатт-час, плюс 15 копеек прошлой стоимости. Как ни странно, есть и подешевевшие услуги, к примеру, по обращению с коммунальными отходами. Хотел обратить внимание на ТКО. Нам удалось их снизить почти по всем зонам. У нас тарифы на ТКО не снизились лишь во второй и в четвертой территориальной зоне. Напомним, во вторую территориальную зону входит Абакан, Черногорск, Сорск, Усть-Абаканский район. В четвертой Саиногорск, Алтайский район, Ибейский район. 582 рубля 11 копеек метр кубический. Если за такой куб мы будем платить не больше ранее утвержденного, то, к примеру, за куб холодной воды будет больше. На 11,8% подорожает питьевая вода и водоотведение. Так, куб холодной воды для жителей Абакана будет стоить 14 рублей 5 копеек. Горячая вода подорожает на 8%, как и тепловая энергия. Здесь республиканская столица является особой ценовой зоной. Поэтому стоимость за услугу определяется соглашением с тепловиками. По другим территориям метод расчета иной. Тарифы на тепловую энергию в рамках индексов платы граждан мы устанавливаем. Ну и индекс платы граждан тоже определен в размере 9%. Межтарифная разница должна оплачиваться в 100% размере ресурсно-обращающим организациям. И на следующий год это не станет исключением. В бюджете предусмотрены все средства, которые необходимы для 100% компенсации межтарифной разницы. Правда, если денег не хватит, то республиканское правительство будет искать дополнительные средства. Где конкретно искать, в Госком тариф Энерго не уточнили. Внимание! Бродячие собаки. А в Абакане с начала ноября по обращениям и жалобам от граждан отловлено около 120 бездомных животных. У каждой десятой эксперты выявили признаки немотивированной агрессии по отношению. К окружающим. Соответственно, эти собаки были определены в приют на пожизненное содержание. И на улицах столиц Хакасии они больше не появятся. Новый подход к решению давней проблемы. Животные без владельцев, так их определяют законодатели, теперь регистрируются в национальной базе данных. В автоматизированной системе учета «Все звери». Рассчитан изначально на поиски домашних питомцев и сельскохозяйственного скота, ресурс дополнен сервисом «ЖБВ» информацией о бродячих собаках. Он фиксирует обращения и жалобы от граждан и помогает в работе специалистам городских коммунальных служб. Лучше это делать через систему РЭК-АГРА. Скачать приложение, установить у себя на телефоне, которое позволит оперативно сфотографировать стаю собак, указать место расположения таких собак и описать какие-то признаки. Возможно, количество таких собак, где они находятся, для того, чтобы более точно была уже информация. И эта информация позволит оперативно отловщикам найти таких собак, отловить их. Цветной чип на ухе говорит о том, что четвероногая бродяжка уже побывала в приюте, и с ней проведены все необходимые процедуры. А после, как и предписывает закон, животное вернули в привычную среду обитания. Впрочем, есть один нюанс. Отловленных собак осматривает специальная комиссия, в составе которой ветеринар и кинолог. И если у животного выявлены признаки немотивированной агрессии, оно на улицах нашего города больше не появится. Его место в приюте с пожизненным содержанием. Собак с признаками немотивированной агрессии у нас не так много. За ноябрь месяц мы работаем с 1 ноября. И по контракту, который позволяет нам содержать таких собак, на сегодняшний день всего 12 собак у нас признаны агрессивными. Если считать того, что общее количество более 120 собак у нас отловлено. Из 120 12 у нас признаны с немотивированной агрессией. Всего за год у нас отловлено 1175 собак. Судя по статистике за ноябрь, признаки агрессии выявлены у каждой десятой из отловленных собак. Такой вердикт вынесен экспертами. Много это или мало? Вопрос сложный. Очевидно лишь одно. Опасные животные от общества изолированы. К теме, которая на этой неделе оказалась особенно актуальной. Горело все, что может гореть. Дома, автомобили, торговые павильоны. А утром в среду разом сгорели три дома. Пожар произошел в частном секторе в районе Нижняя Согра. К счастью, никто не пострадал. Но семьи остались без крова. На месте с самого утра работали спасатели. По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки. Дарья Казак с места событий. Улица Портовая в Абакане. Это частный жилой сектор в районе Нижняя Согра. Сегодня утром здесь случился пожар. По предварительным данным, без крова осталось сразу три семьи. И, к счастью, никто не пострадал. Как стало известно, все произошло рано утром. Соседи рассказали, что в одном из домов произошло замыкание электропроводки. В спешке люди покинули дом. А пламя в считанные минуты распространилось по деревянным стенам. Да так сильно, что захватило свой огненный плен еще два дома. По прибытию площадь пожара была больше 200 квадратных метров. Горело сразу три дома. Пожар осложнялся тем, что очень большая была плотность застройки строений. И удаленность от пожарных частей. Сразу несколько пожарных расчетов работают на месте. Огнеборцы заливают дома водой. Клубы дыма поднимаются высоко в небо. Здесь произошла большая беда. Одной семье, где воспитываются дети, помогают соседи. Они перетаскивают уцелевшее в огне имущество. Дома уже непригодны для жилья. А людям понадобится время, чтобы восстановить их. Сейчас самое главное – поддержка близких и всех неравнодушных. У соседей загорелось. Мне позвонили, я приехал. Уже тут все сгорело. Зимой нужно быть особенно внимательными, говорят пожарные. Морозная погода заставляет жителей использовать дополнительные источники тепла. Включают обогреватель, электрокамины. Происходит нагрузка на сети. И это все угроза пожаров. Только за прошедшую неделю в Хакасии произошло 43 возгорания, из которых 10 – в Абакане. 13 пожаров республики зарегистрированы в жилых домах. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Большой пожар на заправке в Абакане произошел из-за замыкания сабвуфера в багажнике машины. Напомним, накануне на АЗС по проспекту Дружбы Народов вспыхнул «Мерседес». Огонь моментально перекинулся на бензоколонку – крышу заправки. Была угроза распространения пламени на другие автомобили. Когда пожарные прибыли к месту вызова, площадь возгорания составляла 9 квадратных метров. С открытым огнем бойцы справились за 3 минуты. Спасатели напоминают – морозы не отступают. В таких экстремальных условиях узлы и механизмы в машине работают на пределе. Не перегружайте электропроводку дополнительными устройствами и мощными аудиосистемами. А в Минусинске сгорели 16 торговых павильонов из-за короткого замыкания электропроводки. Как сообщает МЧС, по Красноярскому краю пожар начался около 8 часов вечера на улице Абаканская. Огонь охватил 1200 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось через полтора часа, а полностью потушить только ночью – в час 56. В результате загорели 16 павильонов. К счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Специалисты Роспотребнадзора провели качество воздуха в районе пожара и зафиксировали превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций по оксиду углерода в два раза. Хакасия все еще в плену морозов. Будьте внимательней и осторожней. Берегите себя. Рост вирусных респираторных заболеваний отмечается в Абакане. Причем болеют все и взрослые дети. Именно поэтому, говорят медики, необходимо поставить прививку от гриппа и позаботиться о здоровье своей семьи и окружающих. Накануне в администрации города состоялось рабочее совещание, где обсудили меры профилактики сезонных заболеваний. Все в руках каждого из нас, а точнее вакцине от вируса, поставить которую можно в любом поликлиническом отделении столицы Хакасии. Вакцинация – лучший способ защитить свой организм от сезонных инфекций, говорят врачи. И осенне-зимний период – как раз то время, когда мы чаще болеем и подвержены заражению вирусами, которые, как известно, не дремлют. И хотя о ковиде мы говорим все меньше, это заболевание, а также другие формы инфекционных недугов заражают жителей и количество заболевших растет. По результатам недельного мониторинга отмечается ухудшение ситуации по заболеваемости острореспираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции. Отмечается рост заболеваемости среди всех групп населения, но особенно выделяются дети в возрасте 7-14 лет, где за неделю рост составил 28%. И другие признаки, которые говорят о утяжелении ситуации – это рост количества госпитализированных граждан, то есть эти инфекции потребовали лечения в условиях стационара, а также рост числа заболевших вне больничной пневмонией. Сегодня в администрации Абакана собрались руководители ведомств города, педагоги, работники коммунальной сферы, оказания услуг населению, медики. Именно люди этих сфер деятельности в первую очередь должны позаботиться о своем здоровье. Вакцина в городе есть. Бригады медицинских работников готовы выезжать на предприятия, в организации столицы для проведения прививок. Также поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Хорошие показатели вакцинации у учителей города. Детское население Абакана тоже прошло вакцинацию от гриппа, но все равно остается под угрозой заражения со стороны взрослых непривитых граждан. Сегодня мы подумали и решили, что будем использовать городской транспорт, который оснащен средствами информатизации. Это будут громкоговорители наших городских парков, которые еще раз напомнят населению о необходимости вакцинации. Медицина готова выезжать на предприятие. Принимаются коллективные заявки для того, чтобы, не отвлекаясь от места работы, привить наших сотрудников. Особое внимание, конечно, к людям, находящимся в зоне риска. Это сотрудники транспортных компаний, пожилые абаканцы возраста 60 плюс и граждане, которые имеют хронические заболевания. По данным специалистов, эти категории не спешат ставить прививку. В наше сложное время очень важно быть здоровым. Для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города, бесперебойное развитие экономики, образования, культуры. Сегодня были отмечены руководители образовательных организаций, которые действительно сделали все необходимое. И у нас более 80% сотрудников сферы образования, школьного и дошкольного, обеспечены прививкой, привиты. И тем самым это безопасность учреждений, это безопасность каждого нашего сотрудника. Болеть нельзя. Впереди у нас череда праздничных дней. И не хочется, чтобы они были омрачены вирусами и простудами. Тем более, что в Черногорском парке спустя два пандемийных года планируется 31 декабря праздничный концерт. Будет, конечно, и снежный городок. В парк уже свозится лед и деревянные конструкции. Параллельно с этим рабочие паркового хозяйства устанавливают железный каркас главной городской елки. Светлана Побеляева ненадолго заглянула в парк. Морозное безмолвие Черногорского парка нарушает лишь работа техники и специалистов коммунальных служб. Сюда завозятся вот такие вот ледяные глыбы, которые со временем превратятся в сказочные персонажи благодаря работе художников. Ровно нарезанные ледяные прямоугольники аккуратно выгружают с помощью крана. Их здесь уже не один десяток. Будут еще привозить. Это материал для работы художников. По традиции ледовое обрамление украсит окружность вокруг елки. А горожан и гостей Черногорского парка будут встречать сказочные персонажи. В этом году тематика старых, добрых, известных не одному поколению произведений. Мы увидим здесь героев из «Снежной королевы» и волшебника изумрудного города. Пока в одной части парка разгружают ледовые глыбы, в другую привезли деревянные конструкции для будущих горок. Первый зимний день выдался очень холодным, но подготовка к празднику в декабре выходит на финишную прямую. А значит, несмотря на погоду, каждый день картинка в Черногорском парке будет меняться и по-своему создавать новогоднее настроение. А 1 декабря в Абакане зажглась новогодняя иллюминация. Сотни специалистов муниципальных предприятий трудятся над созданием праздничного настроения горожан. Гирлянды и консоли смонтированы на проспектах Ленина и Дружбы народов. В праздничном наряде и улице Щетинкина. В первый зимний вечер в Абакане новогодняя атмосфера. На своем привычном месте в районе гостиницы Хакасия вот уже в третий раз установлена праздничная колесница. В морозный вечер она согревает теплом и напоминает – Новый год к нам мчится. На проспекте Ленина зажглась оригинальная ретро-гирлянда. Самое время прогуляться по пешеходной аллее. Засияли новогодними огоньками перетяжки на троллейбусных опорах на улице Щетинкина и далее вдоль разделительной полосы проспекта Дружбы народов. Совсем скоро украсят и все городские троллейбусы. Это уже добрая традиция – создавать для пассажиров электротранспорта новогоднее настроение. В празднике мы нередко любим предвкушение самого торжества. Оно особенное в мечтах и надеждах. Морозным декабрьским вечером мы начинаем замечать, как теребристые снежинки искрятся в вечерних огнях. Так понемногу город окутывает новогоднее настроение. Хорошего вам настроения, дорогие абаканцы! Пусть радует не только красота городской зимы, но и погода прежде всего в доме. До свидания!